Друзья, всем привет! Александр Сенин на связи. Сегодня говорим про опционалы. Разберем примеры использования опционалов. Делаю я этот урок, потому что на Udemy опять начали поступать вопросы от новичков про опционалы. И в общем я их понимаю, потому что эта тема, она непростая. Особенно в том случае, если вы только начали изучать программирование или переходите с языка программирования на Swift, с того языка, в котором нет опционалов. Ну, например, как я в свое время с Objective-C. Вообще не понимал, нафига эти опционалы нужны и как с ними работать. Поэтому я записываю сейчас еще одну серию уроков про опционалов. Думаю, три урока будет здесь, чтобы нам лучше понимать, что это такое. Итак, в контексте данного урока я разберу примеры использования опционалов. Постараюсь их сделать максимально приближенными к реальности. Что нам нужно знать в контексте данного урока про опционалы? Нам нужно знать одну вещь, что опциональной переменной можно присвоить значение nil, а не опциональной нельзя. Ну вот, например, что значит переменная str в данном контексте? Переменная str это у нас указатель на область памяти, в которой лежит строка я не опциональная переменная. Переменная str2 в данном контексте это тоже указатель на область памяти, в которой лежит текст я опциональная переменная. Но в переменной str у нас не может лежать значение nil Потому что по правилам языка, если мы ее переменную объявили не опциональной То видите, у нас даже компилятор будет ругаться Что значение nil не может быть присвоено значение string А вот str2 мы можем присвоить значение nil Nil это указатель, который указывает никуда Ну то есть пустой указатель То есть фактически вот сейчас в переменной, вот после этой строчки в переменной str2 лежит пустой указатель Или nil, по-простому Теперь где нам могут понадобиться опциональные переменные Значит, пример жизни Первый, запрос уведомления я его сейчас подпишу Запрос уведомлений Когда мы используем приложение, которое у нас использует уведомления внутренние или пуш-уведомления Обязательно для того, чтобы нам приходили пуш-уведомления Нужно в какой-то момент согласиться на вопрос приложения о том Можно ли тебе отправлять То есть приложение скажет Я собираюсь отправлять тебе пуш-уведомления Ты разрешаешь мне это делать? Ты говоришь да или нет? Если так совсем грубо, да? И соответственно внутри кода мне нужно знать, что ответил пользователь Разрешил он отправлять уведомления или не разрешил? Значит, и соответственно я у себя в приложении делаю такую переменную Is Notification Enabled И это у нас булевая переменная Все очень просто, да? Вроде как если оно Значение этой переменной Если она нам возвращает true Как я ее там получаю? Где сохраняю? Вопрос вообще не этого урока Тут главное понять суть Для чего нам нужны опционалы Итак, если она нам возвращает true Значит пользователь дал добро Когда эта форма появлялась Если у нас это значение false Значит пользователь сказал Не, извини, все, я тебе отказываю А что делать, если у нас форма-то еще не появлялась? Как понять, что теперь пользователя нужно спросить О разрешении показывать уведомления? Вот здесь как раз и нам приходит на помощь опциональный тип Если значение у нас равно new Тогда эта форма еще не показывалась Ну и проверяется это элементарно То есть в контексте этой переменной Я просто проверяю Если равно true Соответственно Ну и так далее Если notification enabled равно false Тогда уведомления не разрешены И если notification enabled равно new Вопрос не задавали Это первый пример Где вот нам приходят на помощь опциональные перемены Значит далее Допустим У нас приложение обращается За какими-нибудь строковыми данными Как она это делает? Не важно По сети она это делает Или в бандле приложения Получает эти данные Главное, что у нас есть функция Get data Тут могут быть какие-то параметры Да, мы можем там файл указать Или адрес картинки Или еще что-то И возвращает она нам Вот наши строковые данные Ну соответственно Должно что-то вернуть А если Допустим Если данные мы не нашли Вот мы говорим Вот сюда и мы ей передаем Ну например URL Да, какой-нибудь строковый И поэтому URL ничего не оказалось Или URL недействительный Или еще что-то произошло Что нам возвращать? То есть возвращать пустую строку Это же неверно Это же тоже данные своего рода Да, пустая строка Вот И опять здесь нам На помощь приходит Опциональная переменная То есть возвращаем мы NIL Опять я в алгоритм функции Я сейчас не буду вдаваться Да, просто она понимает Что возвращаем мы NIL Когда у нас произошла Какая-то ошибка При получении данных Ну и потом соответственно Внутри кода приложения Мы присваиваем нашей Переменной Data Соответственно присваиваем Значение GetData По какому-то урлу И потом уже анализируем Эту переменную Data То есть там уже Как угодно Или IfData равно NIL Или IfLet Data равно Data И так далее Вот И еще один пример Более сложный Когда мы например Пишем какую-то Базу данных И у нас Сущностью Этой базы Является запись Person То есть Ну какая-нибудь Телефонная книга Например у нас Соответственно У нашего Person Может быть Имя Это у нас Строковая переменная Фамилия Строковая переменная Стринг И PhoneNumber Давайте сейчас я Придумаю побольше И email Вот так Соответственно Вот сейчас нам уже Сразу компилятор Будет ругаться Он нам скажет Что у тебя Инициализаторов нет Поскольку По умолчанию Эти значения У нас установятся В NIL А переменная Не опциональное Значение NIL Принимать не может То нам уже На уровне компилятора Поступают ошибки Да То есть Он нам предложит Кстати их как-то Исправить даже Что он нам предложит Ну да Он нам предложит Значение дать По умолчанию Вот Но это тоже Не совсем правильно Потому что Пользователя Ну вот Не бывает людей У которых Имя пустое Да Ну такого В современном мире Невозможно Что мы можем сделать Мы можем сделать Эти значения Опциональными И тогда у нас Компилятор Это дело пропустит Но ситуация Тоже Отдалена От реальности Да Потому что Имя И фамилия У нас тоже Не могут быть Пустыми Потому что Что мы сделаем Мы phone number И email Что в принципе Теоретически возможно Да Может быть Человеку Которого нет Телефона И нет email Или он Не захотел Их указывать Вот А в конструкторе Мы Эти параметры Инициализируем Да Ну Вообще Вот Грамотно Надо посуда Их передать Давайте Передадим Вот здесь Мы их Укажем Name И self Surname А соответственно Phone number И email При первой Инициализации Мы их Не указываем Потом В дальнейшем То есть Вот у нас Появилась Наша переменная Да Какой-то Человек Да Вот он Наш Товарищ Которому Мы сказали Александр Синин И потом Мы его спрашиваем В процессе работы Приложения Например О email И он нам Отвечает Положительно Да Он вводит Свой email Тогда мы Соответственно Его вводим Мы говорим Ага Вот у тебя Какой email Классный Ischool 108 Собака Gmail Нифига себе Какой классный У тебя email А телефон Я говорю А вот телефон Я вам не скажу И тогда Мы присваиваем Сюда Значение Нил Понятно Да Потом я опять Захожу В базу данных И говорю Так Все Ну-ка Удалим Пожалуйста Email Я не хочу Чтобы его Никто не знал И соответственно Мы опять Меняем Да У Значение Human Email Меняем На Нил Вот так Вот это Работает Три Примера Я сейчас Привел По использованию Опционалов Такие Они Для совсем Новичков Пример Ну собственно Для кого Я этот Урок И пишу Чтобы Больше Было Понимания Для чего Этот Опциональный Тип Нужен Возможно У вас Свои Какие-то Примеры Есть То Или Вопросы Вообще По Опционалам То Welcome В комментарии Пишите Буду Разбирать И на Следующем Уроке Увидимся Продолжим Распирать Опционал Тип Тип